Мария – мастер международного класса, в профессии больше 18 лет. Сейчас, правда, род деятельности сменила в силу жизненных обстоятельств. Мария отбывает наказание в исправительной колонии номер 7. А сегодня у нее звездный шанс и возможность показать свое умение на конкурсе профессионального мастерства. Наверное, с детства, потому что хотелось заниматься волосами. Призвание, ты как-то чувствуешь в себе это? Ну, просто думаешь, с детства хочу быть брикмахером. А потом идешь к своей цели, просто заканчиваешь одну школу, заканчиваешь вторую школу. Конкурс парикмахеров в колонии проходит впервые. Участники – двое мужчин, четыре женщины – осужденные из различных колоний. Большинство работают по специальности в зонах. А модели Галдина Екатерина, которая считает, что у нее немножко нестандартная, неэффектная внешность. Мы сейчас развенчали этот миф. Очень хорошо по... Поверните, пожалуйста. Галя собирается работать в хард-рок-кафе в Москве. Я предложила ей имену такой вариант. Судят конкурс профессиональные стилисты. Рассказывают, требования немного оценивают как любителей. Главные критерии – нравится или нет. Ну и чтобы пряди не выбивались, а линии были чистые. Я удивлена, что какие стрижки стригут – да. Ну, я думала, что уровень будет чуть ниже. Они выбирают то, что сейчас в тренде. То есть это монолитные стрижки, это каре. Они укладывают... У нас немногие мастера так могут в салонах укладывать, как здесь. Сейчас они производят элементы укладки – это пудри, там, утюжок. Тем не менее, среди участников есть и профессионалы – мастера, у которых набита рука и большой стаж. 15 лет я в профессии. Участвовала в телевизионных конкурсах, участвовала в различных конкурсах. Являлась технологом компании «Ланза» – это США. И, соответственно, работала с Карлом Лагерфельдом очень долгое время бренд «Шанель». Основных номинаций две – стрижка на среднюю длину и на длинные волосы. У мужчин-парикмахеров не так много возможностей для маневра. В каждой зоне есть свой ответственный за красоту. Всем необходимым – ножницами, фенами и средствами по уходу – оборудованы отдельные помещения. Все стрижки для осужденных делают бесплатно. Из стрижек разрешается практически все, поскольку это не ограничивается. Единственное ограничение есть по смене цвета волос, поскольку все-таки это исправительные учреждения, и они должны быть остаться приближенными к своему натуральному цвету. Поэтому им нельзя делать колорирование в различные цвета, то, что сейчас есть, а все остальное на их усмотрение. Ходят они в полисматерскую достаточно часто. Разумеется, сертификат, который получат победители, за пределами колонии, наверное, значения иметь не будет. Но для участников конкурс очень важен. Он дает возможность разнообразить привычный график тюремных будней и показать зрителям и гостям свои профессиональные таланты. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.